Колледжу русской культуры быть. Накануне в Сургуте прошло большое собрание, на котором обсудили дальнейшую судьбу учебного заведения, которое не прошло аккредитацию. Окружные чиновники, преподаватели колледжа и родители студентов вместе решили, что за ближайший год все нарушения будут исправлены. На собрание побывала и наша съемочная группа. Без ремонта вопроса к противопожарной безопасности и, главное, нет спортивного зала. Все это послужило поводом, чтобы Сургутский колледж русской культуры не прошел аккредитацию. Это стало стрессом для выпускников. Сейчас экзамены они сдают в других учебных заведениях. Та новость, когда тебе говорят, что тебе не дадут диплом этого учебного заведения, а дадут какого-то другого, где придется задавать госэкзамены, ну, конечно, морально тяжело. Именно вот было такое опустошение. 31 выпускник из 46 сдают экзамены у нас в Центре искусств для даренных детей Севера. На сегодняшний день осталось 24 выпускника им сдать только за счету дипломного проекта. Все остальные вокалисты уже сдали все экзамены и получили дипломы государственного образца. Несмотря на стрессовые условия, многие из выпускников доказали свое мастерство и получили красные дипломы. Но главный вопрос остался. Что будет дальше с колледжем? Родители волнуют судьба своих чад. Стоит ли искать другие образовательные учреждения? У нас здесь все, абсолютно все устраивает. Этот преподавательский состав, эти стены, эта атмосфера. У нас здесь все очень устраивает. И мы хотели бы дальше продолжать здесь учиться. Здесь исключительно интеллектуальные люди работают и учатся. И мальчишки, которые приходят из массовой школы, никакие. Через 4 года мы их не узнаем. Мы ими гордимся, мы их любим. Могите нам любить наших детей. Окружные власти прощаться с колледжем и его преподавателями не намерены. На встречи с педагогами и родителями все время подчеркивали важность учебного заведения для всего региона. Колледж уже стал своеобразной визитной карточкой Югры. Те замечания, которые имеются, они имеют под собой основу, они описаны. Соответственно, с ними удобно и возможно работать. Такая работа, работа комплексно будет проводиться и с департаментом культуры совместно, и с колледжем, и с экспертным сообществом, если этого потребуется. Если это будет нужно для того, чтобы наиболее быстро, наиболее качественно справиться с тем, что у нас есть. Поэтому это преодолимые трудности. А пока администрации колледжа определен срок в один год на исправление недочетов и нарушений. За это время учреждение может, как и прежде, полноценно работать и принимать новых абитуриентов.